Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить». Потратим несколько минут с пользой на обсуждение последних рязанских событий. Как всегда, обещаем достоверность сведений и объективность комментариев. Коротко о том, что горожанам сегодня приготовила действительность и авторы нашей программы. Выбирая на вкус, в Рязани прошла одна из первых в нашей стране ярмарка профессий для украинских беженцев. Их, полетаем! Через несколько дней в Рязани стартует фестиваль воздухоплавания «Небо России-2014». Опять дети! Сегодня в Шасском районе произошла резонансная автотрагедия. А теперь обо всем подробно и конкретно. Еще один депутат земли Рязанской отличился на ниве мошенничества и злоупотребления начальственным положением. Предполагать это есть все основания у следователей, возбудивших против народного избранника из города Рыбное уголовное дело. Предполагается, что вместо того, чтобы печься о благе избирателей, депутат по дешевке продавал земельные участки своим собственным великовозрастным детишкам. Ну а как же иначе, кто кроме родного батя и депутата подкинет ребятам землицы-то? По данным следствия, в 2008-2009 годах подозреваемый, исполняя обязанности председателя и стремясь вопреки законам интересам возглавляемого им кооператива извлечь выгоду имущественного характера для своих дочери и сына, решил обратить в их пользу три земельных участка, которые принадлежали коммерческой организации. С этой целью он втайне от общего собрания кооператива, в нарушении требований действующего законодательства, маскируя сделки по продаже земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения под договоры купли-продажи долей в праве общей долевой собственности, незаконно и необоснованно осуществил их продажу своим детям за сумму чуть более 61 тысячи рублей при их рыночной стоимости в 11 миллионов 167 тысяч. Тем самым он причинил существенный имущественный вред возглавляемому им сельскохозяйственному предприятию. К сожалению, на наших дорогах не прекращается автовария, в которых гибнут несовершеннолетние. Сегодня рязанские дорожные инспекторы рассказали об очередной трагедии. Сегодня около 9 часов утра в Шацком районе на 18-м километре дороги Шацк-Сасово-Касимов произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации водитель автомобиля Рено выехал на полосу встречного движения в нарушении правил дорожного движения и столкнулся с небольшим грузовиком Хюндай. В результате происшествия водитель Рено скончался на месте происшествия. Его пассажирка 14 лет также скончалась на месте ДТП. Еще один пассажир автомобиля Рено получил тяжелую травму, был госпитализирован. Также тяжелую травму получил водитель автомобиля Хюндай. Также был госпитализирован в больнице. Рязанская область готовится к дальнейшему приему беженцев из юго-восточных регионов Украины. Возможно, уже в этом месяце к нам будет направлена еще одна группа переселенцев. На днях, напомним, в Рязань прибыло более 120 беженцев, в том числе дети. Сегодня стало известно, что в Рязанской области увеличен перечень пунктов временного пребывания украинских переселенцев, соответствующие постановления регионального правительства официально опубликовано сегодня. Документ дополняет список областных бюджетных учреждений, на базе которых созданы пункты временного пребывания. В него внесены рязанские железнодорожные, ряжские технологические и ряжские дорожные техникумы, детский лагерь «Радуга» и центр соцобслуживания в Кадаме. Первоначальный перечень включал Михайловскую и Полянскую школы-интернаты, лагерь «Солнечный» и Клепяковскую ЦРБ. Напомним, средства на содержание беженцев поступают из федерального бюджета. На днях в столице принято решение выделить с этой целью Рязанской области около 3 миллионов рублей. Но, разумеется, братья украинцы не хотят сидеть на державной допомоге и подыскивают себе работу в нашем регионе. Наши власти способствуют в этом беженцам. Так, сегодня во Дворце молодежи прошла ярмарка вакансий для переселенцев, рассказывает Оксана Тебенихина. Ярмарка вакансий была организована для тех граждан Украины, которые приняли решение связать свою судьбу с нашим регионом. Алексей Шабошников вместе со своей женой приехал из Луганска. На родине он занимал должность начальника службы логистики, а супруга трудилась экономистом. Сегодня они вместе посетили ярмарку вакансий, надеются найти работу по душе. Ну, еще пока я полностью не рассмотрел перечень, но хотелось бы работать по специальности, потому что и образование профильное, и стаж работы тоже профильное, еще связанное с логистикой. В ближайшее время вы хотите связать свою судьбу с Рязани, все-таки, да, все-таки? Ну, да, да. Наверное, все-таки и документы оформляем сейчас на РВП. Будем-будем здесь. Побросав дома, работу, хозяйство, они приехали в чужую страну, и помощь им необходима буквально во всем. Рязанский работодатель взял на себя часть ответственности и принял решение отдать некоторые вакантные места украинским беженцам. Нужно признать, что вообще в регионе Рязанской области существует более 12 тысяч вакансий. В основном это в промышленности, в аграрном секторе и в строительстве. В зависимости от того, какие предпринимационные навыки, какие специальности есть у граждан, прибавших к нам на территории региона, будет зависеть на сколько цена нет для работодателей. Давайте признаем, что работодатели – это прежде всего люди, которые работают на результат, и поэтому, конечно, им нужны будут специалисты конкретные для развития своего дела. Рязанская ярмарка вакансий, организованная специально для беженцев с Украины, стала одной из первых в стране. В общем и целом, она удобна тем, что, несмотря на некоторые расхождения с документацией и трудовым кодексом, работодатель поможет гражданам Украины с решением этого вопроса. Ведь хороший специалист сегодня ценится на вес золота, независимо от того, откуда он прибыл. И рязанские предприятия это отлично понимают. Тем более, что наезжающие к нам азиатские гастарбайтеры большей частью представляют собой малоквалифицированные кадры. А среди украинских беженцев немало вполне состоявшихся специалистов в различных отраслях. Так что сработаемся. В Рязанской области, как известно, продолжается карантин в целях защиты региона от африканской чумы свиней. Такая беда выявлена на территории Смоленской, Псковской, Калужской и Новгородской областей. Потому в наши края временно запрещен ввоз оттуда как живых свинок, так и продукции свиноводства. Африканская чума свиней – опаснейшее острое вирусное заболевание, которое впервые замечено европейцами в Южной Африке в начале прошлого века. Теперь чума распространена не только на Черном континенте, но и в Италии, Испании и Португалии. В естественных условиях к африканской чуме восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Заражение происходит при контакте здоровых животных с вирусоносителями. Инфекция распространяется также через корм, пастбище, фургоны для перевозки и так далее. Кроме того, переносчиками вируса могут быть и мелкие грызуны, птицы, кошки да собаки. В России африканская чума была зарегистрирована недавно, в 2008 году. Пока ученые утверждают, что эта зараза для людского организма опасности не представляет. Однако, не дай бог, пойдут мутации вируса. Африканская чума – болезнь из-за разряда высоколетальных. И очень быстро становится подлинным горем для сельхозпроизводителей. При подтверждении диагноза на несчастливые хозяйства накладывается карантин. Всех животных уничтожают. Туши, а также все постройки, кармай, инвентарь и так далее обязательно сжигают. Более того, в радиусе 20 километров все свиньи, независимо от признаков заболевания, тоже, как говорится, помножаются на ноль. Так что образуется свиная мертвая зона, да и только дальнейшее разведение свиней в пострадавших от чумы хозяйствах разрешается не менее, чем через год после снятия карантина. Сегодня Оксана Тебенихина выясняла у экспертов Россельхознадзора противочумную обстановку в регионе. В регионах, граничащих с Рязанским, обнаружен вирус африканской чумы. Страдают от этого недуга исключительно поросята и наша экономика. У нас пока что все спокойно. Все животные здоровы. Об этом нам сообщили ветеринарные инспекции областного управления Россельхознадзора. Вирус медленно, но верно надвигался в центр России с южных регионов. Сейчас бактерия уверенно закрепилась по соседству от Рязани. Специалистами предприняты все возможные меры для предотвращения дальнейшего распространения африканской чумы. Ну, конечно, лучше не покупать, когда просто там это идет, не знаю, где-нибудь на улице или кто-то просто убил свинью, которая не возилась на обследование. То есть в этом случае нет никакого документа, который будет говорить о том, что это мясо безопасное, потому что это АЧС, оно же передается еще и дикими кабанами. Просто суть в том, что хрюшки заболевают и умирают, и все сразу, и во все деревни они могут сразу там все помереть. И, соответственно, эти кабаны, и поэтому их всех отлавливают, убивают уже специально, чтобы они дальше в область никуда это не понесли. За пять лет своего кочевания по стране вирус погубил свыше миллиона свиней. В Рязанской области за все годы, что болезнь известна ветеринарам, ни у одного животного чуму не диагностировали. Остается надеяться на меры профилактики и на помощь свыше, потому что африканская чума – настоящая машина смерти для животноводческой отрасли. О пище поговорили теперь о тепле, пока погоды стоят жаркие и как-то не хочется думать о наполнении горячей водой батарей в наших квартирах. Что же касается начальственных забот, то подготовка области к зиме уже идет полным ходом, причем по установленным графикам. Но на заседании регионального правительства губернатор Олег Ковалев дополнительно подстегнул рвение ответственных лиц в этом направлении. Я прошу руководителей всех министерств, все социальные объекты еще раз перепроверить, в каком они состоянии, насколько работают системы отопления, где есть какие проблемы. Главный координатор по всей этой теме – Ахмедов Шелкат Гандулханович. Поэтому я прошу также проверить готовность ТСЖ, готовность их не только с точки зрения самих зданий, но и готовность благоустройства, готовность техники какой-то, про очистки потом от снега, наледей, подходов, подъездов, очистки, сбывки сосулек и так далее. Сегодня в Рязанской областной думе в преддверии профессионального праздника строителей вручали награды представителям лучших профильных компаний, фирм и организаций. Наблюдала за церемонией Оксана Тебенихина. В Рязанской областной думе в преддверии Дня строителей прошла торжественная церемония награждения самых успешных представителей строительной отрасли. В нашей области она активно развивается. По показателям роста строительно-монтажных работ Рязанская область сейчас на втором месте после Московской. Одно это говорит о том, что строительное направление является приоритетом в экономике региона. Сегодня в областную думу были приглашены руководители лучших строительных фирм и организаций, как умеющих давнюю и славную историю, так и новых, но показавших себя самой лучшей стороны с точки зрения темпов и качества работ. Ваш труд, вся деятельность вызывает огромное уважение. Мы понимаем, что сегодня строительство это та отрасль, которая во многом определяет состояние нашей экономики. Если работают строители, значит есть работа и у предприятий, которые производят строительные материалы, у металлургов есть работа, ну у многих отраслей. Строительство это некий локомотив, который тянет за собой экономику. Рязанские строители, которых по праву можно сегодня назвать элитой отрасли, получили сегодня государственные награды. Несомненно, для них это отличный стимул к дальнейшему развитию и новым достижениям, тем более в преддверии профессионального праздника. Я хочу от всей души поздравить вас с вашим профессиональным праздником, в вашем лице поздравить все ваши коллективы, пожелать всем, ну прежде всего, крепкого здоровья, сил, чтобы хватило на осуществление всех ваших планов. Громадная отрасль – это прежде всего люди, профессионалы, от рядовых строителей до крупных руководителей. Главное, чтобы каждый грамотно и творчески подходил к своему делу. И тогда все направление будет расти, как большое красивое здание, имеющее надежный фундамент. В Рязани грядет старт красочного и романтического проекта фестиваля воздухоплавания под названием «Неба России-2014». Плывущие по рассветному или закатному летнему небу фантастически огромные и безмолвные громадины разноцветных аэростатов – зрелище, конечно, незабываемое. Однако «Неба России» – это, конечно, не прогулки бравых аэронавтов в струях эфира с ахающими от восторга барышнями рядом. Это спортивные состязания. В этом августе основных турниров будет 4, 10-й Кубок России, чемпионат Рязани, 6-й Кубок Рязанской области, 4-й Чемпионат России среди женщин. Сегодня организаторы проекта дали пресс-конференцию по предстоящему фестивалю, слушал и запоминал воздушную информацию. Глеб Галушкин. Организаторы на фестиваль воздухоплавания «Неба России-2014» ожидают не менее 30 экипажей. В их числе готовятся встречать и прославленных титулованных спортсменов из различных городов Центральной России. По программе спортивные полеты аэростатов будут совершаться ранним утром с 6 до 9 часов, а также вечером с половины седьмого. Старт воздушной шары возьмут в пойманных лугах реки Павловки, то есть практически в центре Рязани. Аэростаты, как обещают организаторы, будут не только классической формы, но и несколько нестандартных и даже причудливых видов. Поскольку на следующий год у нас будет юбилейная дата, 25 лет тому назад мы начали это движение, хотелось еще в рамках городского праздника максимальное количество собрать спецформ. Это те оболочки, которые могут принимать любой вид. Помимо спортивной составляющей запланирована и большая культурная программа. 15 августа в пойме Павловки позади крупных торговых центров состоится концерт, лазерное шоу, а также организаторы обещают ночное шоу, свечение воздушных шаров. Кроме того, любой желающий сможет подняться с аэронавтами в воздух и посмотреть на Рязань с высоты птичьего полета. Для воздушных прогулок авторы проекта пообещали подготовить два воздухоплавательных аппарата. На сегодня у нас все. Программа «Время говорить» передает информационную эстафету проекту подробности. Сегодня Олеся Харлина встречает президента Рязанской областной федерации воздухоплавания Александра Ахмаврина с тем, чтобы уточнить некоторые подробности спортивного шоу, который начинается в столице области на следующей неделе. До встречи в эфире. Рязанской областной федерации